так здравствуйте еще раз давайте начинать я сейчас поставлю на запись так все да я думаю что те кто добавится придет ну послушает процесс либо потом запись посмотрит всем еще раз привет большое спасибо что пришли послушать я думаю что вам будет это интересно и сегодня я расскажу о том как создавать карту с метками с помощью вот двух таких инструментов от google google fusion на самом деле это таблицы сводной таблицы и google maps engine и сейчас это все таки называется уже мои карты то есть они вышли из беты поэтому да так окей да и собственно наверно про теплицу если вы знаете не знаете пару слов скажу это собственно такой образовательный проект где мы пытаемся рассказать о том как пользоваться какими-то сервисами как делать какие-то гражданские инициативы именно не коммерческим организациям либо активистам я думаю что как бы вот именно этой группе будет очень интересно также будет интересно тем кто не очень хорошо разбирается непрофессионалами в картографических сервисах но иногда сталкивается с тем что нужно сделать карту какую-то и обозначить на ней какую-то информацию я хочу сказать большое спасибо нашему партнеру за предоставленную возможность проводить вебинары собственно это фонд focus media и без них мы бы наверно не смогли это проводить и продолжу пару слов о себе да я вот такой человек я не показываю видео не потому что я там стесняюсь а потому что просто я боюсь что интернет будет плохо работать и поэтому как бы пытаюсь вы сконцентрировались на том что я показываю а меня зовут алексей ница я являюсь ивент редактором и автором видео уроков теплица и здесь написано моя электронная почта если у вас есть какие-то вопросы обязательно пишите и также я буду рад если вы напишите свои предложения о будущих темах вебинаров поэтому с удовольствием просто рассмотрю все потому что как бы мы вебинары делаем именно для вас для аудитории которой это должно быть интересно поэтому хотим чтобы вы высказали свое мнение какое-то по поводу видео уроков хочу сказать что это такие небольшие видео у нас есть на youtube канале свой плейлист где сейчас порядка уже 40 онлайн уроков видео уроков то есть таких небольших видео где потом в процессе наверное минут 8 5 вы можете посмотреть о том как пользоваться каким-то инструментом то есть сервисом программы в частности мы больше всего рассказываем об онлайн сервисах которые не нужно устанавливать нигде и можно пользоваться с помощью просто обычного браузера таким образом вы просто можете узнать что-то новое либо посмотреть как вообще можно делать свою работу более эффективно и быстро потому что сейчас большинстве своем можно много уже автоматизировать поэтому с удовольствием приглашаю вас также можете смотреть сейчас наверное все-таки переключу экран чтобы в процессе я говорил и показывал так если вы сейчас видите мой экран собственно тогда просто можете написать то есть такой серый экран и то что я вижу вас например я переключусь на другое окно теперь переключусь обратно да видно все окей тогда ссылку наверное дам в конце в принципе эта презентация тоже она будет выложена и эти ссылки кликабельно вы можете просто перейти и посмотреть ну если показать что это должно вот выглядеть вот так вот так выглядит плейлист и тут очень много тем на самом деле достаточно много по безопасности по визуализации данных так далее то есть я думаю что видео будут вам полезным так возвращаясь обратно вы опять должны видеть то что вижу я наверно да это презентацию и еще пару слов хочу сказать в вебинарах наших опять же если вы там не успели почему-то посмотреть как раз спрашивали по поводу видеозаписи то да они есть и это находится в разделе мероприятий вебинаров на нашем сайте и вы там видите ссылочку или сейчас я буду все-таки вставлять уже наверно как видео на ютюбе поэтому чтобы удобно смотреть поэтому вы принципе не пропустите также можете поделиться своими друзьями и также интерактивно вы можете видеть как все это было и так о чем же сегодня мы поговорим все на самом деле достаточно просто просто покажу вам как делать какие-то штуки в этих двух сервисах и вкратце расскажу для чего это все нужно ну и соответственно отвечу на ваши все вопросы я думаю максимально это займет час то есть не больше так переходим дальше долго думал что написать о том для чего это использовать но в принципе так понятно наверное да то есть я наверное перечислю то что я подумал потом возможно может вы добавить какие-то вещи естественно как бы у нас бывает такая потребность да создавать карты где на них мы отмечаем какую-то информацию то есть расположение объектов там например у компании есть офисы вы можете сделать карту с офисами и так далее с адресами да с точками где было чтобы людям было понятно где вы находитесь и так далее информация может быть вообще любая да то есть все что угодно вы можете нанести на карту в принципе это совершенно как бы несложно также второе это создание маршрутов часто бывает так что опять же если возвращаясь например к организациям да вы можете сделать например карту маршрутов если ну вас трудно найти например ваш офис то можете сделать карту о том как пройти то например от метро но это такой самый простой вариант на самом деле то есть применений достаточно много следующий пункт это выделение зон на карте вы можете я покажу как теоретически вы можете просто взять и обводить какие-то зоны ну условно говоря допустим вы там волонтерская или некоммерческая организация да и вы делаете например какие-то акции когда вы убираете например мусор и после того как вы провели эту акцию было бы здорово конечно сделать отчет я извиняюсь и показать людям которые не были например на акции где вы были что вы именно делали какие вы там части города например очистили да вы можете например взять вот один из тех ресурсов которые я сегодня покажу и отметить эту чтобы всем было интересно и было понятно что действительно классно поработали и чтобы в следующий раз людям было интересно присоединиться к вам а также четвертый пункт это результация данных из таблиц то есть бывает так что есть какие-то данные да и они представлены в виде таблиц там есть в принципе какая-то информация об адресах о городах там еще о чем-то да все то что связано с картами да и каким-то образом был бы желательно нанести на карту потому что в обычном табличном виде это как-то воспринимается все не так хорошо как должно быть поэтому также есть возможность помощью таких сервисов визуализировать эти данные я написал прочее потому что ограничений в принципе нет наверное все зависит от потребностей то есть все что связано с какой-то информации которую можно нанести на карту это можно сделать и нужно делать почему мы так много говорим о визуализации данных потому что сейчас время такое когда у человека очень ограниченное как бы время на изучение материала и рассеянное внимание да вам достаточно всего двух трех секунд чтобы понять интересен нам постом например на фейсбуке или нет чтобы кликнуть на него или нет поэтому если например вы делать какие-то классные вещи но они представлены в виде текста очень мало людей будет их будет их читать потому что ну и как бы не все воспринимают информацию кто-то визуал да он любит визуальные образы ему и так удобнее поэтому просто пройдет мимо хотя может быть это ваша целевая аудитория переходя дальше начинаем тогда и вот первый из них это maps engine сейчас он как я понимаю он вышел из бета просто да он раньше назывался и теперь maps engine это такой полноценный ресурс для компаний где большие компании могут создавать свои картографические сервисы делать подложки слои там не за носить любую информацию а для простых смертных как мы с вами есть теперь и мои карты то есть по сути это выглядит так же как и мои документы в гугле естественно да еще хочу сказать что все то о чем если буду говорить для того чтобы этим можно было пользоваться необходимо иметь аккаунт в google да то есть либо почту например либо еще какой-то сервис там вы пользуетесь если я думаю что наверно ну наверно большинство из вас имеет почту в гугле да и если кто-то не имеет ну я не знаю попробуйте завести это не так сложно ну не потому что пользоваться почта да потому что есть такие вот бесплатные инструменты которые будут полезны я здесь привел ссылку и потом такой слайд сделал ну как бы чтобы вы видели там на самом деле всего три ссылки но чтобы просто запомнили и потом могли пройти по этим ссылкам да и тогда давайте сейчас буду показывать и параллельно я вам буду просто копировать так а напишите мне пожалуйста опс напишите мне пожалуйста у кого нет аккаунта google я просто хочу чтобы вы сейчас вот я вам скопирую ссылку а вы сейчас прямо вместе со мной там ну как бы зашли и посмотрели открывается у вас не открывается а я пока вам ссылку скопируем так екатерина говорит что нет ну как бы ладно тогда вы просто можете посмотреть ну как нибудь потом и просто установить почту например да и потом зайти посмотреть видео урок ну в общем я думаю что это реально не проблема так сейчас я перейду тогда то есть теоретически вы сейчас должны видеть то что вижу я это добро пожаловать создать новую карту открыть карты и вот если вы этого не видите то вы можете там во вкладке переключить также слева до слева сверху вас должна быть такой значок чтобы весь экран растянуть я периодически будут возвращаться а что вы видите вот не видно ничего серый экран дать я еще раз просто перезагружу это секунду так давайте попробуем еще раз демонстрации крана весь экран просто бывает так что это сбивается и конечно да неприятно когда я вот так рассказываю а потом переключаясь обратно да люди говорят я ничего не видел да это не очень хорошо так а вот теперь если я сделал вот так вы должны что-то все-таки увидеть что я показываю так окей все тогда переключаюсь в любом случае я буду обратно там какое-то время переключаться и чтобы это смотрели и так первое значит ресурсы о котором сегодня расскажу это мои карты на самом деле теперь это называется так потому что раньше это называлось вот так google maps engine но это более такая профессиональная штука на самом деле она не нужна переходим очень просто называем создать новую карту и пока загружается идеи как бы на самом деле достаточно много я просто покажу пример буквально вот недавно мне что-то делать было нечего я решил сделать такую карту то есть сейчас я уменьшу это карта мира собственно и городов где я был именно городов то есть те города в мире которые я посещал мне это просто интересно для как бы себя самого чтобы не забыли где я был данный и здорово как бы да чтобы посмотреть куда еще съездить как видно по этой карте что как бы я на востоке пока еще не был и тут можно посмотреть собственно так как все это изображено красным цветом то есть получается что это один слой да карта делана очень просто то есть подложка но если говорить так более просто да то есть на карте есть подложка это то что мы видим это сама карта есть слои это такие как бы уровни где мы в каждом слое можем размещать какую-то информацию да и мы можем размещать разную информацию например один слой будет красным например он будет там показывать какие-то города например да а другой слой будет например показывать страны тогда вот помимо путешествий тогда у меня будет что-то еще здесь если я этот один слой выключаю, то он пропадает, да, и останется другой слой какой-то. Ну, вот на этой карте просто один слой, поэтому здесь как бы изображены только города. И все достаточно просто. Так, сейчас я вернусь обратно. Да, окей, все видно. Все достаточно просто. То есть, когда вы хотите что-то визуализировать, самое первое, что, ну, какое преимущество у этого сервиса, то, что вы можете раскидать по слоям всю информацию, которую вы хотите сделать, потому что это реально очень интересно. Теперь вопрос, как это сделать? Все на самом деле тоже очень просто. Выглядит это вот так. Во-первых, начнем с конца, то есть, вот есть такое понятие, как базовая карта. На самом деле, это вид подложки, то есть, мы можем изменить ее. То есть, мы можем посмотреть, как выглядит карта таким образом, вот таким образом. То есть, тут есть 9 вариантов, и мы можем выбрать для себя какой-то наиболее оптимальный, да. Может быть, если вы будете потом вставлять эту карту на свой сайт, вам будет интересно, например, там, подобрать цвета под свой сайт, например. Ну, то есть, достаточно много, 9 вариантов, я думаю, что, как бы, это интересно. Ну, давайте вернемся к стандартному, наверное. С этим понятно. Дальше. Что дальше? Значит, мы можем наносить метки. То есть, вот у нас, во-первых, есть строка поиска, а внизу у нас есть, собственно, инструменты. Добавить маркер, нарисовать линию, добавить маршрут. Давайте просто тогда, например, ведем Москва, ну, чтобы просто делать это все как-то в реальности. Вот у нас есть Москва. Мы можем метки ставить просто, тыкая на карту, да, либо мы можем метки ставить, во-первых, мы можем поставить и написать что-нибудь в названии и в описании. Тогда, при том, когда я нажимаю на отметку, у нас будет эта информация отображаться. Также мы легко можем удалить. Если мы точно не можем ткнуть, да, на карту, где это должно расположено быть, мы можем ввести, например, просто адрес. Я не знаю, какой адрес, но просто, например, Таганская, 15. Я не знаю, почему, но просто. При этом, мы видим, что у нас отобразилась такая информация и нам надо нажать «Добавить на карту». И, как мы видим, у нас эта информация добавилась. Таким образом, вы можете делать все, что угодно. То есть, либо вручную вводить данные, да, либо вот именно через адреса. Это, на самом деле, очень удобно, потому что, вот, например, возвращаясь к картам, допустим, когда я нажимаю на какой-то город, то я перехожу сразу, вот, например, на эту ссылку и тогда я сразу открываю карту Нижнего Новгорода или на страницу. Это очень, как бы, удобно. Так, возвращаемся теперь к инструментам. Ну, как бы, с этим понятно. Теперь вот, что можно сделать. Во-первых, здесь есть настройки, есть понятие стиля. То есть, здесь мы можем изменять цвета и так далее, и тому подобное. то есть, ярлыки это то, что будет отображаться на карте. Например, название, либо адрес, либо что-то еще. Давайте в стиле попробуем выбрать стандартный стиль. А когда мы наводим, мы можем изменить, например, цвет маркера. Это тоже очень удобно. Здесь достаточно много настроек. также мы можем поменять форму, что тоже очень кастомизировано. Но это еще не все. Тут еще куча всяких иконок есть, которые очень классные. Они разбиты по типам, там, бизнес, коммунальные услуги и так далее. И, ну, как бы, действительно здорово. То есть, вот вы можете сделать каждому слою, придать, например, свое отображение, как я уже говорил. И это достаточно просто. Так, я верну сейчас обратно. Так, все нормально. Так, дальше, что я еще хотел сказать. Значит, с этим все понятно. Когда мы вручную вводим, это все ясно, это все здорово. Теперь давайте попробуем сделать по-другому. То есть, во-первых, давайте, ну, не знаю, там, есть у кого какие-нибудь идеи, чтобы что-нибудь расположить на этой карте? Я не знаю, там, какие-нибудь заведения, например, либо еще что-нибудь. Ну, давайте, ладно, пока оставим с этим. Пока покажу, например, что-то другое. То есть, например, можно добавить линию или фигуру, как я уже говорил. Представим себе, что мы делали уборку, убирали в этом районе мусор. Вот у нас есть парк. Сейчас мы его приблизим побольше. Так, и теперь мы можем добавить вот такую зону. и напишем, например, зону уборки. И, как мы видим, во-первых, очень классно, что сразу у нас площадь высчитывается и как бы периметр, как я понимаю. И такие вещи вы можете отображать на своей карте, и они также при вставке на сайт будут видны. Давайте сразу расскажу, как это сделать, как сделать карту, вставить на свой сайт. Справа, сверху, у нас есть кнопочка поделиться. Тот, кто пользуется Google документами, тот, в принципе, знаком с этой кнопкой. Она очень стандартная. Тут, значит, вы вводите название, какие-то комментарии. Давайте напишем там. Неважно. И дальше у вас появляется окно настроек доступа. То есть, если вы хотите разместить эту карту, чтобы все люди видели и смогли что-то там изучать, может быть, даже корректировать, то вы должны ее опубликовать. И в настройках доступа вы можете поставить либо чтение, либо редактирование. Редактирование — это когда люди могут что-то изменять, а чтение — это когда просто они могут что-то смотреть. То есть, по умолчанию лучше поставить общедоступный доступ в интернете, если вы хотите на сайте разместить, и поставить чтение. И нажать «Сохранить». Окей, готово. Значит, дальше, когда вы это сделали, вы должны нажать вот здесь на открытую иконку и вкладка «Добавить на сайт». И вот у вас появился код, который просто вставляется на сайт. Вот, например, на своем сайте я это вставлял, и код выглядит вот так. Сейчас он загрузится. То есть, все адаптивно, и размеры вы можете подобрать сами просто. Как вы видите, вот эти размеры — это ширина, а это высота. Вы можете подобрать под размер своего сайта. Достаточно все просто. Таким образом, вы размещаете эту карту на своем сайте, и она выглядит вот именно так. То есть, человек может нажимать что-то, да, и также он ее может открыть в отдельном окне, если нажмет вот сюда. То есть, в именно полноценном сервисе, например. С этим понятно. Окей, так, возвращаемся обратно. Круто, можно сделать на эту что-то долго, мне кажется, по поводу спортсменов республики. Ну, давайте я сейчас расскажу просто чуть-чуть, если время останется, да. Итак, с этим понятно, да, то есть, точки можно наносить вручную, можно по адресу, можно сделать зоны. Что еще можно делать? Можно еще добавлять маршруты. Допустим, мы можем добавить еще один слой, нажимая кнопку «Добавить слой». Слой у нас сейчас добавится, и здесь мы можем, например, какой-нибудь маршрут построить. Стандартно появляется такое окошко, значит, от точки А до точки Б. Во-первых, есть три варианта. Сразу хочу сказать, что велосипед, ну, как велосипед, маршрут пока работает не очень хорошо в Москве. Давайте пеший маршрут посмотрим. Нажимаем «Пеший», «Пеший». И по-хорошему, конечно, так, сейчас, надо вводить какой-то адрес, ну, я не знаю, там, так, если у нас это Таганская, ну, давайте введем, там, не знаю, Таганская 15 и какой-нибудь, там, не знаю, Пятницкая 25. Вот у нас появился маршрут, он пешеходный. В чем преимущество? Во-первых, это то же самое будет отображено на карте и, как вы видите, тут можно получить вкладку по шагам, то есть, ну, как обычно мы смотрим, да, маршруты на сервисах. То есть, это будет на вашем сайте, людям будет удобно, но это еще не все. В чем еще преимущество? Вы можете взять какую-нибудь центральную точку и вот так вот немножко отодвинуть, и тогда вы видите, автоматически маршрут перестраивается. То есть, вы также можете двигать конечную точку и через какое-то время он перестраивается. То есть, мне кажется, это реально удобно. Конечно, может быть, это не совсем точно, но, тем не менее, это работает. Такие маршруты очень хорошо строятся. Так, вернемся обратно. Вопрос. Google Maps, когда спрашиваешь про район города, показывает его айс-таблицу, и если в ней написать район, то он ставит точку. Смотрите, мне кажется, что, ну, я не знаю, мне кажется, если вы знаете район, проще указывать, конечно, улицу, потому что понятие района, оно такое, как бы, субъективное, да, и не всегда карты это распознают, поэтому, где поставить точку, где центр этого района, допустим, может быть, просто неизвестно. Но сейчас мы до этого дойдем до таблиц, сейчас, секунду. С этим понятно. Вот еще я хотел классную штуку показать. Например, если когда мы уменьшаем очень там масштаб, и, например, мы хотим нарисовать какую-нибудь фигуру, добавить линию, давайте добавим слой, чтобы добавить линию, потому что в одном и том же слое лучше одинаковые штуки рисовать. Вот, если мы, например, убавим этот масштаб и сделаем очень мелким, и попытаемся нарисовать прямую линию, как мы видим, она совершенно получается непрямая. Ну, как понятно, почему, да? Потому что у нас, как бы, это сфера наша планета, да? Ну, на самом деле, это забавно, то есть здорово, то есть, как мы видим, тут нельзя нарисовать прямые углы. То есть, вот это интересно. Так. Административный район. Окей. Так, хорошо. Приключаюсь дальше. Сейчас я хочу посмотреть, есть ли мне эта таблица. Да, есть у меня таблица. Вот о чем я хотел рассказать. Значит, во-первых, все мы знаем о том, что существует Google формы опросов, да? То есть, например, мы делали какой-то проект, неважно, есть форма такая, например, когда люди регистрируются, пишут свои данные и указывают какой-то свой адрес. И это все автоматически у нас записывается в Google таблицу. в Excel-евскую таблицу, условно говоря, да? Все данные, вот, они есть. И было бы здорово, например, эти данные бы, например, визуализировать на карте. Например, когда это может пригодиться? представьте себе, представьте себе, что, например, вы делаете какое-то мероприятие, например, как этот вебинар, и было бы здорово сделать карту людей, которые принимают участие, посмотреть, с каких они городов. И таким образом, например, делается такая форма опроса, и, кстати, давайте ее прямо сейчас и сделаем. Делается форма опроса, сейчас я ссылку дам просто вам, и вы ее просто заполните. Ну, допустим, берем лишнее, да, что-то, телефон нам не нужен, например, вот эта категория нам тоже не нужна. И оставим, например, только имя и адрес. Вот, а сейчас я дам тогда эту форму, ссылку. Давайте ее заполним, мне просто интересно действительно, кто откуда, и тогда посмотрим это по карте. Так. Надеюсь, она откроется. Если открывается, нажмите, пожалуйста, окей там или что-нибудь, потому что мне интересно. Ну, то есть, на самом деле, вы можете вводить там, не знаю, просто, например, город и улицу. Допустим, этого достаточно. Вот. Давайте посмотрим просто, кто откуда, сделан карту такую. Когда вы сделаете, то вы сейчас напишите, а я пока параллельно буду показывать, ну, вы просто можете слушать. То есть, смысл такой, что когда собирается данные в эту таблицу, то есть, все можно автоматизировать, да, и визуализировать это именно, там, с помощью вот этого инструмента, который я сейчас показываю. Таким образом, вам не придется вручную это вводить, а это очень удобно. Представьте, если вы, например, делаете какую-то конференцию, а там, например, там, не знаю, 100 участников, и вы хотите посмотреть, кто откуда, и вручную это вводить, ну, это на самом деле большая затрата времени, а здесь есть варианты, когда можно это сделать намного быстрее. Можно ли в описании размещать, кроме дополнительной информации, в комментариях ссылок еще и фото? Сейчас мы перейдем и покажем это вот здесь. Сейчас покажем. мы берем слои, которые у нас выключены. Ну, давайте тогда добавим, просто я покажу. Добавить слой. и поставим маркер. И вот вы видите, что есть кнопочка «Добавить изображение или видео». Мы нажимаем, и мы можем загрузить как поиск картинок, так изображение, ну, то есть, например, там, не знаю, классная штука, что здесь, как мы видим, можно изобразить, найти изображение в связи с цветом. То есть, например, желтое это такое, например, синие изображение будут вот такие. Ну, больше преимущественно там синий цвет. То есть, например, мы выбираем какое-то изображение, и вот у нас оно будет таким. Естественно, что лучше, конечно, подобрать, наверное, какой-то масштаб другой. Ну, там может быть, более горизонтальное изображение. Но, как мы видим, изображение можно подключать. Действительно. Так, возвращаемся. Так, Давайте я сейчас вам спрашиваю, вы заполнили или не заполнили или все? Так, я тогда просто посмотрю ответы сейчас. Отлично, да. Так, давайте я просто удалю, что было раньше. Ну, собственно, вот, допустим, вы сегодня заполнили. Окей. Теперь что я делаю? Вернусь, во-первых, обратно. Да. И теперь что я делаю? Я также беру... Добавляю слой. Да, нельзя добавить больше пяти слоев, кстати, в бесплатной версии, поэтому имейте это в виду. Ну, пять слоев – это очень много, если так по-честному. То есть этого достаточно. Но для того, чтобы просто разграничить, давайте добавим слой еще один и в нем покажем это все. Так, и как мы видим, у нас слой, во-первых, можно назвать его «Участники вебинара». Также мы можем нажать кнопочку «Импорт». Что это такое? Это подгружаются файлы в формате CSV и так далее, там подобное. Для карт есть такой формат KML. Кто разбирается, тот знает. Для всех остальных есть просто там какие-то файлы. И можно, кстати, самое большое преимущество этого – это загрузить файлы с Google Drive. Чтобы долго не искать, есть такая вкладка «Недавняя», и мы можем посмотреть это. И сейчас загрузится. Так. То есть, как мы видим, вот последнее, то, что мы делали, то, что заполнялось. То есть, либо вы можете классически сделать, просто взять это, сохранить к себе на компьютере, потом загрузить, но как бы это не обязательно, потому что можно сделать вот так. Появляется такой вопрос. Выберите столбцы с данными расположения маркеров. Естественно, что у нас это адрес. Нажимаем «Готово» и ждем какое-то время. Ждем, ждем, ждем. Ну, пока переключусь обратно. Цены на Pro-версию где узнать? Вот справа сверху есть вкладка такая, ну, как в настройке шатеренка, и там можно посмотреть. Так, вот я интересуюсь, это у меня зависло, либо это не работает. Давайте обновим тогда. К сожалению, интернет бывает, что не очень хорошо работает. Давайте проделаем это еще раз. Недавнее. Помощь по соседству. Так называлось файл. Адрес. Так, мы сейчас просто откроем этот файл и посмотрим. Так, я не знаю, с чем это связано. Давайте попробуем еще раз сейчас. Как мы видим, не все сразу получается, но это и правильно. Не знаю, мне кажется, возможно, что просто... Я просто свожу позволение, просто оставлю только города. И, возможно, для примера этого подойдет. Ну, я не знаю, честно, причину, почему это сейчас зависает. Ну, какая-то причина есть, видимо. Буквально вот я прямо на ваших глазах это делаю. Так, и теперь попробую сделать это еще раз. Честно говоря, когда готовилось, у меня все получалось. Надеюсь, что и сейчас получится. Самый простой, наверное, вариант – это, наверное, открыть еще одну карту. Может быть, с этим связано. В любом случае, я сейчас тогда последний раз попробую. Если это не получится, то тогда как бы просто знайте, что это реально работает. Ну, потому что я все не проверял. Это очень удобно. То есть у вас есть форма в Google документах. Вы делаете форму опроса. Люди оставляют, например, координаты, откуда они. После чего вы можете разместить эту информацию на карте. И это очень быстро. Ну, конечно, если интернет хорошо работает. Видимо, надо было нажать что-то еще. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что получается. Имя. Да-да-да, видимо, нужно было выделить два столбца. Так, и как мы видим, у нас вот что получилось. Давайте мы карту уменьшим. То есть вот у нас что получилось. И давайте теперь изменим стиль. И, например, покажем имена. Это надо сделать в ярлыках. Вот, пожалуйста. То есть, а в стиле давайте оставим стандартный стиль. То есть, получилась у нас такая карта, где изображены данные людей с именами из каких-либо городов. Если, например, лишние какие-то поля, мы это можем убрать. Просто берем галочку, снимаем, нажимаем сохранить. И что самое интересное, это пропадает везде в других. То есть, нажимаем, например, на Евгения. Давайте время тоже уберем, потому что, наверное, время нам тоже не надо. Вот. И, собственно, у нас получилась такая карта. Как вы знаете, точнее, как вы видите, тут можно еще настраивать ярлыки. Еще раз говорю, можно по фамилии, по телефону, по тем параметрам, которые у вас были, во-первых, в таблице. Вы также можете проверить данные. Правильно они загружены или неправильно. И стили. Стиль – это то, как отображается метка. Например, можно сделать разными цветами. Можно сделать по имени как-то и так далее. То есть, ну, есть какие-то настройки визуализации, которые позволяют настроить и адаптировать это, ну, чтобы более было понятно. Теперь с этим, наверное, ясно, да? Давайте мы все-таки оставим какой-нибудь такой вариант. Вот. И перейдем дальше. Так, я возвращаюсь обратно. Да, давайте вам сейчас ссылку, да, на карту. Нажимаем «Поделиться». Пишу «Участники вебинара». Ставим, что «Общедоступны в интернете» и «Чтение». И у нас появляется ссылка, которую я вам накопирую. Пожалуйста. С этим понятным. Так, давайте сейчас я… У меня есть маленький конспектик, где я готовился о чем рассказать. Ну, да. Значит, для того, чтобы показать еще какой-то пример. Во-первых, хочу рассказать о маленьком таком ресурсе, который называется «Вотстат». Наверное, все его знают. Здесь, собственно, можно посмотреть те ключевые слова, которые были сделаны по запросам в поисковике «Яндекс», по разным регионам, по городам и так далее. Например, давайте для примера посмотрим какой-нибудь опрос. Ну, любое слово какое-нибудь введите. Давайте, например, там… Я не знаю, просто я не хочу что-то сложное. Например, ну, какое вот посмотреть слово, как ищут, например, из разных городов. «Недвижимость». Ну, «недвижимость». Ну, давайте «недвижимость». Хорошо. «Чупа капра», кстати. Да, давайте посмотрим. Это такое животное, которое страшное такое, да, и ест ночью животных домашних. Ксения предложила. Давайте сейчас мы посмотрим. Вводим это слово и по регионам, и по городам. И такая классная штука получается. Смотрите. У нас, значит, получается, что в Москве это слово искали 99 раз всего. Вот. И так далее. Ну, на самом деле неважно, да. То есть, вот смотрите, когда у вас нет, например, каких-то данных, вы можете зайти сюда и посмотреть. И я покажу просто еще один пример, как это можно визуализировать данные, исходя отсюда. Потому что у нас тут как бы есть вкладка «Карты», но мы ничего с этим сделать не можем. Давайте мы сделаем такую карту вот именно с этими данными. Все на самом деле очень просто. Мы берем просто и копируем. Вот так вот. «Ctrl-C». А потом просто у себя создаем в Google Drive Google таблицу. Либо вы это делаете в Excel. Неважно, где. Так, сейчас. Так, получилось. Например, нам не нужно знать вот этот столбец. Нам достаточно на зоне города. И назовем «Чупокабра». Итак, у нас есть такой, значит, теперь файл с данными. Теперь переходим опять же сюда, в карту, да. Давайте мы добавим еще один слой. Чтобы у нас на одном слое были участники, например, вебинара, а на другом слое у нас были запросы по слову «Чупокабра». «Чупокабра». Черт возьми, это даже произнести сложно. Так. И также мы импортируем. То есть для этого нужно нам перейти в Google Диск и просто выбрать этот файл, который мы создали. Собственно, вот он. Проходит какое-то время. Да, надо выбрать, да. Как я понял, теперь нужно выбирать два параметра, как минимум. Так, у нас сейчас это подгрузится, и мы посмотрим, собственно, как это работает. Так. Теперь, во-первых, мы возьмем, отключим сначала этот слой. И давайте мы назовем его вот так. Так, а здесь мы теперь возьмем и изменим, например, какой-нибудь желтый цвет. Окей, изменили. Давайте мы для примера отключим сначала тот цвет, а теперь вот что сделаем. Теперь я хочу, чтобы у нас отображались данные. То есть вот количество цифрки – это то количество, которое у нас выдается по запросу. И можно, например, карту побледнее сделать. Вот, собственно, все. То есть если вы сейчас обновите ту ссылку, которую я вам дал на карту, вы это увидите. То есть таким образом вы можете визуализировать данные, которые берете в интернете. Все очень просто. Вы просто берете, копируете, да, данные прям, таблицу. Потом вставляете это в эксцесский файл, либо в Google форму, то есть в Google таблицу. И потом просто подгружаете ее здесь. То есть достаточно все просто. Столбцы подписать надо. Тоже вариант, да. Это правильное замечание. То есть когда вы делаете, чтобы не было ошибок, нужно первую строку. Вот здесь, да, вот как здесь подписано, а вот здесь не подписано. Тут надо написать, например, город. И там какие-нибудь данные. Тогда не будет проблем с загрузкой. Так, возвращаемся обратно. Ну, давайте я обведу, да, чтобы исправить, чтобы правда было правильно все. Давайте. Ставить строку выше. Вот я думаю, а если мы перезагрузим карту, просто получится у нас обновиться или нет. Ну, наверное, проще здесь тогда изменить. То есть, да, видите, Москва пропала. Добавить строку. Добавить строку. Да, правильное замечание. То есть вот это надо иметь в виду. Все. Теперь у нас есть Москва и так далее. Что еще интересно, здесь можно, например, в стилях сделать вот что. Например, по цветам разбить, по диапазонам, например, от темно-синего до светло-синего. Это будет насыщенность и количество. Ну, так как мы отобразили точки, то, в принципе, этого не нужно. Но вы знаете, что есть такая штука. Это очень иногда может помогать. Давайте с этим тогда все, я думаю. Понятно. Так. Давайте я вернусь обратно. Да, попробуйте обновить карту. Даже сейчас сам ее откроем и посмотрим, все правильно или нет. Ну, да, в принципе, все верно. Отлично. Так, переходим дальше. У нас что-то как-то долго все это происходило, но тем не менее, я думаю, что это было очень полезно. На самом деле, это очень классный ресурс, потому что он действительно очень здоровый. Ну, не знаю, мне кажется, он очень простой и функциональный. Так, это мы закрываем, это мы закрываем, это мы продолжаем, это мы закрываем, это мы тоже закрываем. Переходим теперь к Fusion таблицам. Вообще-то это считается экспериментальными настройками, то есть это еще как бы в бете. Что это значит? На самом деле, два способа есть загрузки. Вы можете просто в Google Drive подключить себе это приложение. Что это значит? Это когда вы нажимаете «Создать», у вас здесь есть те вещи, которые вы можете создать. Это документы, презентации, там, таблицы и так далее. Если вы не находите Google сводные таблицы, они называются или Fusion, вы можете сделать вот что. Вы можете пролистать вниз и нажать на кнопку «Подключить другие приложения». У вас откроется список приложений, которые можно подключить к Google Drive. На самом деле, этот список просто огромен. Вы можете поискать там очень много интересного. И просто вы вводите Fusion, и у вас вот эта таблица. То есть, так как она у меня уже установлена, она просто как бы не отображается. Значит, два способа. Первый – это просто создать ее, сводную таблицу. То есть, еще один этот ресурс, который позволяет визуализировать данные на карте. Либо есть вот такая штука, где вы можете более подробно почитать о том, что такое Fusion таблицы. И, собственно, тут две кнопки «Создать в Google Fusion таблицу», либо «Загрузить приложение», либо почитать об этом. Сейчас я вот это вам скину. Так. Когда мы создаем таблицу, все, что она запрашивает, это, конечно же, данные. Здесь нельзя наносить все вручную. Это как бы аналог второй части, о которой я рассказывал, когда нужно визуализировать данные из таблицы. Ваше прощение. Так. И теперь мы, допустим, давайте сделаем то же самое, что мы делали до этого. И, допустим, там, чупакабра. Загрузим вот этот файл. То есть, выбирается файл и загружается. Как мы видим, все отображено правильно. Нажимаем дальше. Здесь можно изменить название, настройки, описание. Ну, сейчас мы это делать не будем просто, чтобы было побыстрее. Так. Когда мы это все загружаем, у нас получается вот что. Во-первых, таблица сама по себе, да, которая загружена. Тут как раз ее можно проверить. И здесь есть вкладка Map. Если этой вкладки нет, мы можем нажать на красный плюсик и добавить Add Map. Как мы видим, он автоматически подгружает данные из таблицы и теперь наносит ее на карту. Этот инструмент больше подходит для того, когда у вас есть файл с очень большим количеством данных. Здесь важно вот что. Во-первых, вы можете поменять теперь, опять же, отображение иконок. Например, отобразим вот такими красными большими кнопочками. При наведении, на что мы получаем название города, собственно, и то, что отображалось в таблице, это запросы. И тут есть несколько настроек похожих. Это изменение, опять же, форматов. То есть можно изменить... Если вы делали полигоны, вы можете закрасти как-то по-другому и так далее. То есть вот эта штука очень полезная. Она достаточно быстро работает. И здесь можно визуализировать ее. Также можно нажать Hit Map. Это из-за карты теплоты. То есть вот по-русски это... Ну, то есть значение, чем выше, тем больше. И можно посмотреть... Поставить, например, Weight. То есть вес — это запросы. И как мы видим, что вот такая карта, она сразу показывает нам, где больше всего было сделано запросов. Естественно, в Москве. И вот в ближайших городах. Такой способ визуализации, он дает быстрое понимание информации. Представьте себе, если бы, например, у нас была просто таблица, да? Ну да, таблица. Ну да, как бы. Для того, чтобы понять таблицу, нужно посмотреть каждую строку. Если у вас нет времени, а представьте, что действительно там 100 или 200, например, единицы или 200 строчек, то это очень тяжело. Поэтому таким образом вы сразу даете понять людям, на чем сконцентрировать свое внимание. То есть можно сделать таким образом. Что я еще хотел рассказать? Так, сейчас я вернусь. Я еще вот что хотел сказать. Переходим сначала к первому ресурсу. Буквально еще там 10 минут у нас есть. Я сейчас об этом расскажу. Давайте я просто открою карту, которую мы делали, участники вебинаров. И самое что интересно, здесь этот файл, можно сохранить эти данные. Давайте, знаете, что сделаю? Такую интересную штуку. Я сейчас возьму, добавлю слой и эти точки обведу в линию. И посмотрим, что получится. А потом это можно выгрузить как таблицу. После чего эту таблицу можно использовать в других программах, более серьезных каких-то. То есть, либо чтобы не потерять ваши данные. Вот это тоже очень важно. Так, и допустим, я беру просто добавить линию. Ну, как-то так ее там соединяем. Просто, чтобы показать... Ну, давайте так соединим. А мы карту... Это участники вебинара, да? Давайте посмотрим. Ну, напишем так. Там зона... Зона участников вебинара. Мне кажется, это не участники вебинара, а как раз другая карта. Не суть, на самом деле. Важно другое. То есть, вот вы можете, например, сделать какую-то зону. Я просто хочу это показать. И, во-первых, можно настроить. Очень здорово. То есть, опять же, изменение цветов. Можно изменять границы. Прозрачность. Что тоже очень здорово. Тут что-то написать. Окей. Мы, например, это сделали. У нас сохранено. Теперь, нажимая сюда, мы можем экспорт в KML. То есть, все данные у нас записываются в KML-файл. Вся карта, либо только слои. Давайте делаем всю карту. И, кстати, здесь есть обновленные данные с помощью сетевой ссылки. Если вы можете разместить файл где-то онлайн, он изменяется, то можно сделать так. Но неважно. Давайте скачаем его просто и попробуем загрузить теперь просто во Fusion Tables. Так, он загрузился на компьютер. Теперь я перехожу сюда и создаю новую таблицу. И теперь с компьютера мы можем загрузить этот файл. Да, это все-таки не участники вебинара, но тем не менее я его так назвал. Так, сейчас это загружается. Так, это не тот файл. Или тот файл. Хорошо, давайте попробуем загрузить. Не важно, anyway. То есть, по-хорошему, конечно, всю таблицу нужно приводить к хорошему виду, удалять всякие ненужные вещи, какие-то ненужные поля, как мы видим здесь. И посмотрим, будет ли визуализироваться. Да, видите, получилось у нас. Это здорово. То есть, это пример того, как можно данные с карты записывать в файл, а потом этот файл используют для того, чтобы открывать в других ресурсах и других картах. Согласитесь, что это важно. И также здесь можно немножко изменить стиль. Что-то поменять. То есть, таким образом. Так, сейчас я подгляну, посмотрю, посмотрю, посмотрю. В принципе, это все, что я хотел рассказать. Посмотрю сейчас свой, так, да, экспорт. Окей. Так, все. Давайте теперь, да, вопросы с удовольствием отвечу, потому что время заканчивается, не хочу вас задерживать. Но на вопросы с удовольствием отвечу. Кирилл, наверное, сейчас пишет вопрос. И молчание. Хорошо. А, вот. На карте участников вебинара для всех участников измогов отобразилась только одна точка. А мы сейчас посмотрим, почему. Москва, Москва, Москва. Ну, вот мне кажется, что не надо мне было удалять. То есть, естественно, что если точки как бы одни, наверное, здесь в настройках они совпадают или нельзя делать так, чтобы в одной точке было несколько адресов, что ли. То есть, я-то стер ваши адреса, а ваши адреса-то разные, поэтому, естественно, что все правильно отображалось бы. Ну, наверное, это правильное замечание тогда, когда вы это делаете. Имейте в виду, что вам обязательно нужно указывать не только единый какой-то город, но еще более подробный адрес, если вы не хотите, чтобы, когда несколько человек из одного города, чтобы они не отображались. Но пока, если вы пишете что-то, сейчас Ксения наложились. Ну, давайте я еще открою просто, я сейчас переключаю. Давайте я просто открою вам так. Долго-долго-долго-долго. Sorry, sorry, сейчас-сейчас-сейчас. Так. Вот, открываю карту. Просто самому надо понять, правильно это отобразилось или нет. Come on. Так. Да-да-да, приближаем, приближаем. Что-то сильно приблизил. Ну, да, видите, наложилось. Вот я даже подвинул. Да-да-да, наложилось, потому что супер, значит, все правильно отображается. Так, вернемся обратно. Читаем Ксению. У меня есть вопрос по уже прошедшему вебинару визуализации. Когда смотришь запись вебинара, не переключается на окно. Да, Ксения. Поэтому сейчас я записываю не только с помощью вебинара, но, собственно, платформы, где я провожу этот вебинар, но и с помощью записи своего экрана. Поэтому именно запись будет с моего экрана, она более качественная, и вы увидите более подробно все. То есть такого больше не будет. Поэтому приношу свое извинение, честно. Что бы, так, Валерия спрашивает, что бы добавить в свою метку другие люди должны иметь аккаунт на Google? В принципе, это можно просто попробовать сделать. То есть, если у вас нет аккаунта, но та ссылка, которая есть по карте... Смотрите, значит, для того, чтобы ответить на этот вопрос, скажу просто. То есть, если вы в настройках разрешаете всем людям смотреть и редактировать вашу карту, тогда можно. Если только смотреть, то нельзя. Но Google аккаунт, в принципе, мне кажется, в большинстве своем люди имеют. То есть, если они не имеют, то если вы боитесь, что люди не имеют так Google аккаунт, вы тогда можете сделать Google форму, как я показывал, да, там собирать данные, и потом они автоматически будут, собственно, визуализированы. Fusion таблиц. Артем спрашивает, не совсем понятно практическое применение. Это элемент визуализации данных, больших табличных данных. Когда, например, у вас картографический сервис, например, там OpenStreetMap или еще что-то, у вас есть большая база данных в записи в формате KML. И тогда вы можете этот файл подгрузить в Fusion таблице и визуализировать это. Это в большинстве своем именно для этого. Потому что, когда вы используете вот эти вот мои карты, вы не можете... Сейчас я даже попробую. То есть, это не очень хорошо будет работать с KML файлами. Причем с большими. Мне кажется, для самого простого начала нужно пользоваться моими картами и уже после переходить к Fusion. Но это более такой серьезный все-таки. Потому что карты — это один из вариантов использования. Как вы видите, здесь можно создавать не только карты, но и другие там всякие карточки, summary, chart и так далее. То есть, вы можете создавать вот такую визуализацию разную. Условно говоря, это такой продвинутый Excel, где вы можете делать упрощенные варианты свода информации в графиках или еще в чем-то. Вот, наверное, мой ответ такой будет. Вот вопрос хороший. Вы, кстати, можете попробовать это сделать. Вот, ну, ты, Артем, давайте просто сейчас вот добавьте еще... Пролистайте, откройте эту форму еще раз, напишите что-нибудь там. И там, не знаю, какой-нибудь город поставьте, чтобы он как бы где-нибудь далеко, чтобы был, ну, там, не знаю, какой-нибудь нерусский город. И сейчас мы проверим быстренько. Мои опасения в том, что нет, что нужно проверять это все вручную. Поэтому, опять же, это все нужно пробовать, вот, правда. То есть, я вот сейчас не могу на 100% сказать, что это работает так или иначе. Сейчас я просто открою Google Fusion. Нет, вот в Google Fusion, кстати, точно нет, потому что, смотрите, система такая, что он подгружает именно конечный файл, да, который на определенное количество времени имеет определенное количество строк. Поэтому, как Кирилл правильно говорит, не будет обновляться, потому что в каждую единицу времени свое количество строк. Облегчить себе задачу вы можете путем просто, там, не знаю, раз в день просматривать таблицы и подключать. Вот вопрос в другом. Мы тут видели в другом сервисе, что можно, по-моему, онлайн-данные вводить. Ну, опять же. Да, записи вебинара, значит, все будет на нашем сайте буквально сегодня. И давайте еще пару слов скажу пока, значит, и потом просто закончу с контактами. Хочу сказать, что если кто-то есть из Пензы или рядом где-то с Пензой, то 18-19 октября мы проводим хакатон там двухдневный, посвященный разработке проектов для улучшения городской жизни. Поэтому, если вы хотите поучаствовать, у вас есть еще такой шанс, потому что главный приз — это 60 тысяч на доработку проекта. Будет очень интересно, вы можете... Сейчас я опять переключу на свой экран, зайти и посмотреть на этот сайт penzotest.ru и принять участие. И если у вас есть знакомый где-то поблизости оттуда, пожалуйста, дайте им эту информацию, потому что это очень важный такой хакатон, и думаю, что классный проект в итоге получится. Так, я тогда переключаю обратно. Да, запись будет на сайте теплицы социальных технологий. Собственно, вот, я перешел сюда. Это сайт t-st.ru И нас легко найти в социальных сетях. Мы везде слэш теплицы.st. И буквально сегодня я просто выложу запись, и вы можете посмотреть. То есть я думаю, что... Я выложу именно на YouTube, не как раньше, потому что раньше, как уже говорили, была такая проблема о том, что окна не переключались. Но так как сейчас я записываю свой экран, я думаю, что будет все окей. Если какие-то еще вопросы есть, задавать. Если нет, то давайте туда прощаться. И там следите за нашими обновлениями. Я думаю, что вскоре будут еще больше интересных материалов и вебинаров. И еще раз я вернусь на свою электронную почту. Пожалуйста, я даже напишу ее. Пожалуйста, если у вас какие-то есть идеи для вебинаров, если вам хочется узнать, как что-то делать, пожалуйста, напишите нам, и я с радостью сделаю об этом вебинар. Окей, тогда я заканчиваю запись. Да, спасибо вам. И тогда на связи. И следите за нашими обновлениями. Всего хорошего.